МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь, чтобы съездить домой, ей необходимо получать визу, так как законы Японии не допускают двойного гражданства. А 23 декабря 2008 года, после указа Дмитрия Медведева, Юка Кавагути стала гражданкой Российской Федерации. История перехода Кавагути началась еще 14 лет назад на Олимпийских играх в Нагана. Увидев выступление Бережной и Сихарулидзе, Юка решила, что хочет научиться кататься, как они. Первым делом она отправила факс тренеру пары Тамаре Москвиной. Хотя на тот момент это имя ей ни о чем не говорило. Я не догадывалась, что она великий тренер. Решила написать ей письмо, в котором все честно изложила, что я фигуристка, что влюбилась в катание Бережной. На мое удивление, Тамара Николаевна согласилась сотрудничать и позвала к себе в США. В Америке Юка прожила 4 года, но с фигурным катанием как-то не получалось. Не могла найти подходящего партнера. Потом вместе с Москвиной переехала в Россию, где встала в пару с Александром Смирновым. Почему? Это потому, что я хотела выступать в Олимпиаде с Сашей. Но да, сложно. И это, наверное, не физически, а психологически. Международный союз конькобежцев допускает выступления в своих соревнованиях пар с разным гражданством под флагом страны одного из партнеров. Однако по правилам МОК участие таких пар в Олимпиадах невозможно. Таким образом, чтобы принять участие в Олимпиаде 2010 года, а это была давняя мечта Юка, ей надо было получить российское гражданство. И она добилась своего. За несколько дней до старта чемпионата Европы наш сильнейший дуэт в парном катании Калагути Смирнов потерял статус интернационального. За российскую сборную теперь налет. В парном катании выходит не Украинка или Литовка, что было бы совсем не в диковинку, учитывая общее союзное детство, а японка Юка Кавагучи. Японская фигуристка Юка Кавагучи получила официальное право на работу в России. Теперь перед Кавагутией Смирновым лежит широкая и светлая, мы надеемся, дорога к медалям Игр-2010 в Ванкувере. Кавагути, или в японском произношении Кавагучи, заняв четвертое место, со слезами на глазах смотрела на призеров той Олимпиады. Не сумев войти в историю Ванкувера 2010, японка Юка навсегда вошла в сердца российских любителей фигурного катания и твердо намерена войти в историю Сочи 2014. Михаил Королев, все включено. КОНЕЦ